Дима Иванов Траншею копают А вы тут по Америке С такими успехами как у меня Возможно мне скоро отправят копать траншею Неожиданно Непростой у нас Иванов Ну хорошо, так вы откуда сами? Я сам из города Москва Земляки Мне кажется Тогда непростой Из Москвы Из столицы А вы прямо из Москвы Или вы в Перми жили А потом в Москве С удовольствием так и делал Но к счастью С метро Домодедовская Отлично Понял Вам лет сколько? 23 исполнилось 3 дня назад Поздравляем А вы какое-то образование завершили? Да, я только закончил НИЯУ МИФИ Московский инженерно-физический институт В конце июня НИЯУ? Да, НИЯУ Это у него такая приставка новая Раньше были просто МИФИ Раньше были обычные вузы МИФИ 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 МИЯУ МИЯУ НИУ Национальный исследовательский ядерный университет И у нас теперь на фоне написано National Research Nuclear University И потом мелкими буквами МИФИ Понял, понял То есть он такой То есть чем дальше, друзья Тем больше мы видим Что непростой у нас Иванов Такой может быть даже он где-то и Рубинович Ну надеемся Пока что не видно Так не видно Ну хорошо Так подождите А что вы закончили МИФИ Уж казалось бы Могли бы там пойти в хорошее место работать Так Так оно должно было быть конечно Ну Ну вот я нормальный МИФИ тоже нравится Место неплохое Вы знаете Ну хорошо А сейчас есть такое понятие как распределение? Найдется Ну как бы оно необязательное И все время можно как-то вот так вот обхитрить Но как такового даже распределения нету Вот если можно говорить об этом Нужно просто предоставить правку вуз Что-то я пошел работать по какой-то теме связанной своей специальностью А не продавать гамбургер в Макдак в Сан-Франциско И все И все Так подождите Все-таки Вы как давно закончили? В июне Вот этого года Вот прям буквально А нет такого чтобы там в армию попасть? Нет, с армейкой нормально нет Специально так все сделано Все нормально с армейкой Все нормально Ну вообще призывают Есть такое? Ну в России конечно призывают всех И Ну не специалитет вообще Что? Специалитет Ну в смысле после специалитета обычно берут в армейку Если ты ничего не заканчивал Никакие не проходил там военные Это какое-то немецкое слово Ну специалист Знаете есть бакалавр, магистр, специалист, аспирант Окей Это старая программа Специалист Не знаю Ну хорошо, ладно Короче вы типа такой Типа полумастер такой Нет Ну я честно говоря не знаю как Но по Друзья Не имеет значения Не имеет значения Но вы можете что-нибудь подорвать если надо? Ну да я и без специалитета мог бы Без образования Короче Образование если не нужно Образование только мешает Конечно Мешает Ну хорошо Так Доучились Да И И что Пошли в кругосветку Прям какую-то? Да Вот прям пошел А вас кто-то спонсирует? Вообще никто У меня было изначально 100 рублей А вы их не знаете Я вам не рассказывал Подождите 100 рублей у вас было 6 долларов Там 6.50 6 долларов? Не ну вы шутите Меньше 2 А полтора доллара Я Это еще по тем временам Хорошие были времена Сейчас все зрители посмотрели Эх С полутора долларами Он поехал Значит Я просто так Умножал вместо того Чтоб делить Это опять перепутаешь Умножить Хорошо Так вы С полутора долларами Куда поехали? На восток Вот прям туда Куда Вышел на трассу И поехал Туда вот прям С Москвы Туда В сторону Байкала А на чем поехали? На автостопе Ну Они так уже Побить могут Там или Обрызгать Могут конечно Два раза пытались А брызгать? Брызгать не знаю чем Я бы всех брызгал только У меня Ну Чутка так Ну безуспешная Хорошо Чутка прям В России только Короче Подождите Ну вот 100 рублей Все таки 100 рублей это деньги На которые Ну скажем Даже покушать толком нельзя Да? Ну в России можно В США нельзя Ну хорошо Ну сколько можно раз покушать На 100 рублей? Ну меньше раза Подождите У вас родители то есть? Есть И что родители говорят Езжай Нет Очень сильно испугались Боялись Но я сказал что Вот мой диплом Вот здесь я работал до этого Все что я вам обязан был Вот мой диплом Нет такого обязательства У меня довольно хорошее отношение С родителями Но они боялись Не то что советской закалки Но немного другого мировоззрения У людей Они молодые же это совсем Ну Для меня они всегда молодые Ну да Для меня так и подавно Сколько там Полтинника нет небось Да? Ну плюс-минус Плюс-минус Ну что же Еще дети то у них есть? Да у меня есть сестра Ну ладно А то так что Хоть что-то остается Не-не-не Я вернусь Они все увидят Обнимут меня И все у них останется Хорошо Поехал путешествовать Цель путешествия какая была Поехал на восток Автостопом Ну Ну давайте я расскажу о проекте Я наверное рассказывал То есть был проект Ну у меня сейчас еду То есть очень просто поехали Я прямо сейчас еду Понимаете? Конечно Да Давай человек в пути Да Я сегодня выехал Ну ладно Короче Называется эта идея такая Вокруг света за 100 дней 100 рублей Смотрите логотипчик есть Видите? Все побожно Толстовочка Все дела Вокруг света за 100 дней И за 100 рублей Ну удается пока Да Конечно Сегодня 60-й день Ну подождите Ну 100 рублей Но вы же не можете бесплатно Перелететь на самолете Смотрите 100 рублей И логика такая Что было изначально Что я имею право Принять в дар Там Грабануть кого-нибудь Ну если мне мораль соответствует Да Или где-нибудь там Мне чтобы где-то заработать Вот кстати зарабатывал 2 дня назад в Сан-Франциско здесь Что делали? Мувинг Знаете такую штуку? Да С нее все начинают Толстоговорящие Что-то перевозили Да 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 Я вообще не знал Я приехал в Сан-Франциско в 12 часов ночи Вообще никого не знал С рюкзаком Ничего не знал что делать просто Ну Темнота Пошел Просто пошел на улицу Твой аэропорт приехал? Нет конечно не Приехал в Сан-Хосе Ну я сейчас в Сан-Хосе А я понял на поезде Да 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 На бартре или как там Пригнал Никого не знал Туда сюда 2 часа ночи Познакомился уже с ребятами Русскоговорящими С Украины из Узбекистана В 3 часа ночи я пошел на вписку К немцу И через 2 дня я пошел на работу В мувинг Грузчиком быть Грузчиком Нормально Ну там культурно грузят Я ни разу не работал на самом деле грузчиком Для меня все это очень чуждо Мне было очень весело Чувствоваться эмигрантом настоящим Ну знаете Зарплата здесь нормальная Я вам скажу Ну вы знаете По чему платите Но минималка здесь Амфарциско 12 долларов в час Ну не для нелегалов же Вот прям 12 долларов А окей А плюс еще 20 долларов на чай Короче за 5 часов 80 баксов Ну учитывая что у вас было полтора на старте Там 100 рублей Да Это неплохо за день Да Еще минуточку Это значит 80 долларов 6.8.48 Ну короче 4.800 у него было Не не побольше Больше 5.000 Больше 5.000 рублей Сейчас же они 63 или что Ну кто там мелочевку считает Я считаю Хорошо Так подождите 60 дней вы уже в пути Сегодня 60 стукнул Отлично Значит давайте по порядку Давайте Вы сели и автостопом поехали Я извиняюсь Но не на поезде Нет конечно На машине Какие поезда Какие машины Нет А вот прям вышел на трассу и погнал Ладно давайте я расскажу Начало очень кратко Там у меня сайт Где вы встали в Москве Чтобы начать движение А я на ветвичку поехал В сторону Владимира Бесплатно Да Там контролеры у вас Ну контролеры там Побегал что не впервые Да Да Это знакомый спорт Да Плавие зрителей так делают Я уверен Ну приехал Владимир Нужно добираться до объездной Идти вообще немедленно Чего Владимир то На восток Первый город Ну можно Пятушково город Еще себе восток Ну хорошо Ну туда на восток нужно Ну хорошо так Владимир Ну все таки большой город Да Пошел на трассу Знаете такая Вышел на трассу Ловить попутку Завтра я точно не приду на работу Владимирский центр Ну короче Давайте быстренько сейчас скажу Ну на Владимир я поехал Стопом Ехал стопом в сторону Байкала Очень долго ехал Тридцать дней по всей России Ну это не прямая дорога Прямо Ну транссибирская магистраль Сюда весь Транссибирск Проехал До Байкала До Ланаде И потом на Монголию свернул И попали в Монголию? Да И в Монголию Ну давайте я в Монголию еще позже Короче Владимир Потом ехал на восток Там трасса где-то напрямая Нижний Новгород, Казань А мне я поехал попутчик Я стопал ночью Часа три Очень холодно было Никто не брал Я думал лечь где-нибудь поспать А холодно реально жесть Что-то холода там были в России И попался какой-то мужик из Ульяновска Я очень люблю Ульяновск И передаю привет всем ульяновским зрителям Классный у вас город И он меня повез в Ульяновск Это на юг так Он не Симбирск уже? Симбирск Да Хороший городок реально Да Один парень родом Вы знаете наверно Да Пацан я видел он там стоит Там везде они стоят Да Вот у вас эти газетки Ну вот Я там был Я был на столетии пацана я там был Я был тогда в седьмом классе Не ну ладно Давайте уважим Все-таки мужчина это хороший Ну в общем Приехал в Ульяновск Там к друзьям пошел Они мне Девочки Привет Женя Марсанович Погнали к ней шарлотку сделать Вот в Ульяновске Первый раз меня приняли за хохла За украинца в смысле Вот Я просто пошел есть яблоки в сад Вот Сад на улице растет Никто не трогал никого Стал срывать яблоки Закарифанился с мужиками С дальнобойщиками И мы с ними классно провели время Они говорили мне водку пить заставлять с утра А я с утра не пью И в десять утра Не солидно как-то Да Ну и собирал яблоки Поел нормально Пошел Думал сфоткать на прощание Взял в топорад достал Начал фоткать Они такие Ах ты корреспондент с Украины Давай паспорт свой А у меня паспорт Как бы я не знаю Я наверное сам русский человек в Ульяновске Который мы не могли найти С такими фамилиями и прописками Бить тебя будем Что ты здесь снимаешь А почему? Украинец потому что снимает Да 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 А у меня фотик Ну это не фулл фрейм Да Ну 60D короче Да да И 18200 Ну такой Ну нормально могло показать Ну вот И они стали такие Говорят все ханать тебе пацан И стали там Наяривать на меня А я такой Да нет там А их трое А я один Они дальнобой Такие крепкие Ну и там получилось в общем А не паспорт взять наверное Понял что вы хотите с чего бежать Но это не очень интересно Но они увидели что паспорт российский Нет они не смотрели А у меня был просто он Но они хотели это смотреть Но я говорю Вот Россия Показываю Вот бизнес на Российской Федерации Они такие Нет Ну это не самое интересное Просто коли я так рассказываю Да Ну это случилось на родине Ленина На сих пор бардак Да Там такая Вот он начал тогда За брата отомстить хотел Знаете про брата? Ну слыхал да Ну хорошо А то многие не знают Что у него брат был Не 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 Так Ну в общем Потом поехал в Казань Автосток На север уже Ну там север 200 км Или 300 разницы Потом уже на восток Стал двигаться В сторону Этой Как ее зовут то Татарстан Вот это вот все Ну девочки в Татарии как? Так у меня как бы Знаете ли девушка Недалече от Татарии Я не об этом Чисто внешне Внешне? Так они мне все время были по нраву Так хорошо А вообще самое главное Мы заговорили о девушках Моя любимая статья тема для разговора Мне больше всего Это из России да? В Сатарстане классные Мне очень понравились В Ульяновске И в Челябинске Представляете В Челябинске совершенно нежданно Негаданно Говорят что там суровый климат Там все говорят Что суровые мужики Но девчонки там реально классные Вот А еще хорошие Про Савяндано У нас мало У нас очень мало В школе Челябинских Так что если Бывают Ну Откуда хочешь бывают Но Если девочки В общем кто из Челябинска Давайте Ладно Да нет В общем Потом поехал В сторону Уфы Ночевал там На чертовом городище А этого видели? Салават Юлаева На лошади Ну конечно Приехал в Уфу В этом хорошо встретили Ростники моего друга Из МИФИ Потом из Уфы Поехал В сторону Челябинска А вы не блогер какой-нибудь? Ну у меня есть Большой блог Ну понимаете когда ты блогер Ты куда не едешь там всюду друзья Ну примерно так и было Так Окей В больших городах да Но у меня и так было друзья без блогов Как бы с блогами то тем более Так Вот И потом я ехал автостопчиком В сторону Челябинска И Меня подобрали настоящие Челябинские мужики Такие суровые Которые говорят только матом Рассказывали как они Били наркоманов И полностью обмазывались Короче Обвязывались бинтами Чтобы не заразить кровь свою Потому что не все с педами были больные Рассказывали как они грабили Короче Людей Когда были молоды Ой господи Ладно не будем что-то про суровое А более интересное Так Так Один товарищ Пошел зимой В куртке В новом Мама потребила куртку Пошел зимой в город Не в свой гулять Ну там по Уралу Его обули Это небезопасно Да Именно так И поэтому его и обули В его куртке И отняли куртку И сняли всю одежду Кроме футболки и трусов Пошел он по снегу зимой обратно Ну маме же как-то нужно что-то сказать У тебя куртка такая дорогая Да На следующий день Пошли с другом с тем же Смотреть по улицам Кто ходит в такой же куртке Нашли Отняли у него куртку Он ее надел Пришел домой Мама подмена не заметила Ну в общем там такие Знаете ли у них Партнерские отношения у всех На Урале Но это было раньше Ну вот и они говорят Я говорю в Челябинске вообще еду Как там дела-то у вас Они говорят Там нормально уже А у Златоусти там сурово Там по-прежнему сурово Ну А в чем суровый Златоусти? Ну что там Очень много людей И как я понял Как мне рассказывали Очень много людей Которые раньше жили на зонах Там зон было много Они живут все там же Так Домаем там дали Или что-то такое И там вообще такие Понимаете пацанские Сейчас в 90-х остались Вот И там очень красивая природа Горы там Таганай В Златоусти? Да Ну вы поехали Ну да И там просто трассу Нужно было идти 15 км В сторону Златоуста Естественно я вышел с трассы Я говорю Ребята тормозим здесь Мне не выходить Они говорят Нет там тебя С тобой что-то сделать Ночью одному нельзя После восьми не ходите Я говорю Мне туда нужно попасть Потому что там красиво И я вышел на трассу У меня было очень страшно И я просто вышел Ничего не делал Пошел Там было 15 метров Но нужно было ночью идти По тёрной улице Короче На Урале Ну такой Полудороги И просто останавливался джип Внезапно И я не знал какой И говорит Мужик заходи ко мне Я говорю Ну вы кто? Он говорит Ну заходи Ну ладно Повез меня в сторону Златоуста Поговорил минут пять Он оказался директор Местной юридической компании Кстати я могу тебя даже смотрят Дмитрий Валентинович что ли Ну у меня визитка ваша есть Спасибо вам Дмитрий И он говорит Классный ты парень Я платил мне ужин И отель снял в Златоусте Вот так я ночевал в отеле Трогательно Первый раз можно сказать В отеле ночевал В тот раз да Но с тех пор ещё было несколько разков Так Ну в общем Златоуст классный Ладно идём дальше Был потом в Челябинске В Петропауск заехал немножко В Казахстан Ага Я думал на Камчатку нет В Казахстане Нет-нет Побегал там от этих От пограничников Потом погнал В Новосибирск Из Новосибирска Новосибирские классные люди Но мне не очень понравилась Архитектура Там довольно таки Серовата А в организме Это понятно Так Вот и дальше нужно было Ехать в сторону Красноярска Я вышел тоже на трассу Поехал И просто Ну это было пять часов вечера Уже холода в Сибири Там плюс два было У меня куртки не было Мне там Новосибирские пацаны Подалили куртку Я был в толстовке Футболке И всё А там холодно в Сибири Я говорю Ты куда собрался? Я говорю Ну путешествие кругосветное Мне там куртки снабили Там свитер дали Этот шарф Короче шапку Ну ладно И просто я ехал Было очень холодно Два часа стояло в ночи Под дождём И потом просто машина ехала В сторону не Красноярска А в сторону Томска Короче грубо говоря это наверх Я такой ну ладно Поеду в Томск Вместо Красноярска И поехал И мне очень понравился в Томск так Что я остался на пять дней Томск хороший Обалденный город Там ну насколько космические люди Глубокие Ну вот И там на пять дней ещё побыл Хотя даже не собирался туда ехать Пацан был в Красноярск И поехал на Байкал Ну в Иркутск потом на Байкал Там уж снег пошёл Мне ещё больше одежды дали Подожди Когда снег? Месяц какой был? Так это когда было? Дни тридцать назад получается Ну да Пора конечно Да И в Москве у меня знакомые В шор то ходят Байкал то как? Обалденный Ангара как? Ну Ангара как Ангара А Байкал? Я никогда не был на Байкале до этого Я вообще никогда в России толком и не был Ну и такой прям Ну то есть страна то ничего в целом? Ну хороша страна Ну бедна Знаете ли Как сказать то Любовь к родине познаётся через боль Я вам скажу друзья Не Москва короче Не разные страны Россия и Москва это разные страны Совершенно Не серьёзно Люди знаете ли у нас как бы Я не знаю как люди вообще делают творчество Я не понимаю Они реально выживают Особенно я проехал потом Китай И сейчас Калифорнии Я не понимаю как люди могут Себя проявлять У меня это какой-то шок просто То есть в Китае легче живётся? Ну я не могу сказать Зависит в Китае Но где я был не то что легче Но судя по количеству айфонов шестых Эсть на улице Как бы народ побогаче Ну в стране что творится Люди реально выживают Пьют Бухают А на какие шиши? На те которые были Последние Больше нет шишей Вот такие вот Всё Всё что было Всё пробивают Знаете пьют в деревнях И там где нет работы Если человек к чему занять свои ручки Если он может не только Нажать бутылку Или свои части тела А и как бы что-то делать Ими Тогда народ занят этим То есть люди не знают что делать А зачем этому народу Ядерная энергетика? Народ то ни к чему В государстве народ Немного разные вещи Не понимают друг друга Окей Ну хорошо То есть народ На своём хребте Содержал ваше Нюсю Как он там Ну как сказать Смотрите у меня 100 рублей На горе было Но не то что нас хребтели Деньги-то мне не давали в России Вот так прям деньги Да Но там подкормили Здесь подкормили Здесь я нашёл На горе я нашёл пачку печенья Короче В Урале Лежала Да Лежала гигантская Не на самом деле Я серьёзно говорю Вот так доволен Это мана небесная Знаете там где-то Где-то там в Синайской пустыне Так там манкой Вы давали А в России Печеньем Овсяном На самом деле Как относишься к миру Так он к тебе относится Слушайте А вот такой вопрос Вообще люди в целом Они верующие? В России Или Чисто вот Наоборот В России Ну вот где вы там По маршруту Это разные страны Россия, Монголия, Казахстан Нет нет в России А в России Кстати нормальный вопрос Я что-то по началу Про религии у них спрашивал Да Но вообще религий-то много в России Знаете ли Вот я был там В Бурятии Там вообще другие религии Ну конечно Мне вообще обалделов Что-то Россия Никогда не знала Еще в Гарта Анна поют Да Ой там Мужик там пел за радио Как помню Большое искусство Ну вот сейчас скажу Да не хватает веры Веры не хватает России Вы же сами знаете Что русский человек Без веры не человек И вера пропала Даже вера не то что в религию Вера в себя Вера в нацию Ну подождите Ну вот сейчас Последние там события Связанные с Крымом Украиной Это как-то укрепило Что-то такое Какой-то вот такой Говорят что они Как-то вдохновились Вот почувствовали себя Снова Чем-то единым Сейчас пойдут колотить кого-то Да уж Нет Мне кажется нет Честно говоря Я не буду брать Мне нравится моя страна Я люблю природу и людей Но Но На западе Да возможно Фиг знает Там в Питере В Москве Там много людей просто А вот там В какой-нибудь знаете ли Красноярском крае Там он копал картошку Тому Есть Крым Нет Крыма Ну нам всем сказали Он посмотрел за чайком Ну и пошел дальше копать Понял То есть не актуально Не меняется знание людей Не думаешь Стали более патриотичной Нет Теперь Значит Я понял Вы спустились В Бурятию А из Бурятии Прямым входом уже в Монголию Прямым входом в Пекин Да Я через Монголию проехал Через сюда На пустыне Гоби А на чем ехал? Вот сейчас расскажу Там Во-первых на Бракале было классно Могу много сказать Но больше мы пошли про Монголию Ладно В общем я переходил границу с Монголией А там За переход границы На платить 200 рублей Тем кто тебя возит То есть стоит огромная толпа машин А пешеходной границы нет Только автомобильная И Нужно заплатить Подходишь к любой машине Стучишься и говоришь Здравствуйте Можно с вами приехать Они монголы там в основном Там не понимают Раньше наших ездили в Монголию Закупаться А теперь Из-за курса наоборот Монголы ездят к нам Все понятно очевидно Они по-русски говорят Да Так вот нифига они не говорят У нас тут все монголы Изумительно говорят по-русски Эх Этих бы монголов в Монголию Вот они поэтому и валят Потому что говорят по-русски А там монголы Ну половина Так может Не худо Это не бедно Но вообще я монголов ничего не знал Потому что у них здоровые мужики И воинственные А те же буряты Да То же самое Кстати Монголия, Бурятия И внутренняя Монголия в Китае Были одним государством между прочим Насчет государственности Мы не знаем Примерно тот же народ С той лишь разницы Что буряты Которые живут в России Они уже как бы утратили язык практически То есть Да они и свой утрачивают Да свой свой Да Ну да Ну ладно про Монголию Стучался часа два всем машинам И все говорили 200 рублей У меня не 200 рублей Нет конечно Я пошел в кафе Просто сказал Что Взял чай какой-то Самый дешевый Ну кипяток не налили Чай у меня был Мужик со мной познакомился Угостил здоровой порцией монгольской еды Потом я вышел из этого кафе И просто пошел в первую же машину Вот так по прямой Постучался Он говорит Привет ты автостопщик? Я говорю да Привезу бесплатно Я ему рассказал свою историю Он говорил по-русски И спустя полчаса Он сказал респект И купил мне билет Прямо до Улан-Бадара На автобус И такой ничего себе попал Нормально На монгол Монгол Такой настоящий здоровый Батыр Наш Наш человек Их Наш человек Да Хорошо Ну я попал в Улан-Бадар А там холодно оказалось Кстати поговорим Потому что Улан-Бадар Самая холодная столица мира Я вот например не знал раньше А правда что там полгорода Такие чумы стоят В Улан-Бадаре абсолютно неправда А в Монголии Да там юрты Я буду в юрты заходить Да Да А говорили половину Улан-Бадар Это юрты Они там на улице Может там агломерация какая-нибудь И вот уже за границей Когда выезжаешь туда Например в Москве тоже Они все в Кремлях живут И когда выезжаешь за границей Глубако Глубако Ну вот так то Кремлевские звезды не всем светят И не каждому виден их свет Так Да Знаете стишок то? Стишок не знаю И более того скажу Что не каждая звезда видит всех остальных Да Кремлевские звезды над нами горят Повсюду нам виден их свет Вот мы такие стихи изучали Ну ладно Уже поздрослел Ой не поздрослел А колени сменилось Ну короче в Монголии И что там холодно Очень холодно Девки как? Я не заметил за холодом У меня все глаза заморозились честно говоря Да не особо девчонки Ну Я по городу ходил Ну все холодно Все равно замотанное Ммм Да Сядь с рюкзаком еще замотан Глаза мотал Глянешь туда Закроешь А что за радость там в Монголии вам? Вот вы и чего там Мне очень хотелось проехать всю пустыню Гомиев За словом Там оказалось очень холодно Там нереально холодно Вот я такого не видел в жизни пустыня И нет ни гор Ни лесов Ни полей Реально стоят юрты И вот эти вот Пасутся тубуном Вот эти вот Вот эти вот Но у них же типа там Лошади проживаются Да Как все это называют? Давайте скажу пословица Мне говорили, что Счастье в Монгола в свободе И что Ну ладно, я попозже скажу Я записал фразу Так, ну хорошо Приехали в Улан-Батор на автобусе А-а-а Я помню Страна называется Страной вечно голубого неба Ибо только оно постоянно Горы рассыпятся Реки и реки пересохнут А только небо вечное Нам надо дать им удар И пожить под ним И жизнь в Монголы это качевка Счастье дети А материализм Что-то такое Блин, счастье в детях Короче Дети, качевка, скот Самое главное Город монголы Отлично Так Значит, подождите Из Улан-Батора вы куда? Из Улан-Батора На юг Монголии Вот туда прям Ну на юга В Китай туда? Да, до внутренней Монголии доехал До Китая До Китая До Китая До Китая До Китая До Китая Границы свободно пересекаешь Там ничего не Визы не стоишь Там нужно было Нет, у меня была виза Заранее? Да, да Я заранее подготовился Намного заранее То есть не то, что я там селился два дня Это без визы Я бы сто рублей не доехал Ну и мне народ подарил У России немного денег У меня было 300 рублей На самом деле Где подарили? В России А я сто рублей отдал за пересечтение Границы Монголии и Китая Потому что там вообще нельзя без денег Идти либо в монголы Либо китайцы Ужас Мафия Ну не то, что мафия Она такая своеобразная Я шучу Пересекли Попали в Китай Там как? Там по-другому Теплее стало? Нет, вообще Так же холодно Пустыня гобит даже Внутренняя Монголия То самое, что Монголия Только с широкими китайскими дорогами И с рикшами везде Я вижу только рикши Прямо я знаю, с ножками бегают? Нет, рикши это Вело-рикши Да, вело Вело-рикши есть Ну и вел тоже Не то, что ногами Хорошо, так Ну и попал в Китай Бац, поехал через Китай Знаете, я рассказывал, что я попал Везде на самом деле были люди То есть я везде ехал не один У меня вообще такая тема И следует скорее Познавать страны и мир через людей А не через достопримечательность Ну как китайцы-то в целом? Да, вот из всех народов Китай мне понравился менее всего Скажем честно Хотя в целом я люблю очень людей И страны я люблю И национальности Толерантен к ним Но в Китае Я не знаю, тяжело было в Китае Без денег на самом деле Все говорят, что просто Вот Тяжело Но работать можно там где-то? Можно в Шанхае Но нам не получилось Мы там пытались, пробивались Практически Мы кто? Вас там вместе? А у меня девушка есть И она прилетела в Пекин Мы договорились с ней встретиться в Пекине Это знаете Из Москвы? Да, да, да То есть я еду автостопом в Пекине Полтора месяца Она на самолете за один день Послушайте, вы вот тоже так даете Оставили девушку на неизвестно сколько Где? В Москве Ну в Москве же не в Пекине Ну подождите, ну что же А ей теперь что же без вас-то? Ну она ждала Полтора месяца уже можно подождать И я ждал Друзья, если вы сомневаетесь в девушке Проверьте свои чувства разлукой Это верно Но как бы Все-таки разлука-то большая Она, знаете, берет Как бы это сказать-то Инстинкты берут свое Вот Если разлука большая А если полтора месячные То инстинкты можно и приглушить Придушить Молодым Ну короче, что Ехал автостопом через всю внутреннюю Монголию До Пекина С красноярскими пацанами Приннакомились на трассе С какими пацанами? С красноярскими Представляете, автостопом стою на трассе Два часа стою Никто не берет Вдруг смотрю на горизонте Идут два американца Такие прямо Настоящие американцы С трюкзаками С кепками И они ставят машину Прямо передо мной И она останавливается Они в нее садятся А я два часа стою Дурачок Не могу сесть Они едут Я машу им Они останавливают машину Я бегу к ней Я говорю Hello guys, how are you? Они смотрят на меня Мне говорят О, понятно Американец что ли Не будем брать его Я говорю Привет парни Ну и короче так Мы познакомились на трассе в Китае В Китае Пацаны из Красноярска Представляете Подобрали они американцев? Меня они подобрали Нет Вы сказали что они до вас Двух американцев подобрали Или до другой Нет, плохо рассказал Я подумал что они американцы Они подумали что я американец А, машина вы думали что американская Давайте еще раз Они перед вами подобрали Они перед вами подобрали двух автостопщиков Нет, не так Давайте еще раз Китай Они стоят передо мной Они автостопят Я стоял два часа И вы думали что они американцы Да, да Их подбирает Китай Они садятся к нему Я думаю почему Он подобрал их Они имея связь в 2 часа Они стоят здесь 15 минут Они едут дальше Приезжают к меня Я их торможу Их же Их же да У них уже сидят два американца Еще раз Не самый главный момент в путешествии Но тем не менее Как мы уже заговорили Давайте с самого начала Я вышел на трассу в Китае В сторону юго-востока Да Стоял два часа Никто не берет Никто не берет Ни одной души нету вокруг Вдруг на горизонте вижу Ну не то, что на горизонте Вышли два пацана И идут ко мне Я думаю Американцы скорее всего Так одеты по-американски Как здесь одеваются Да Они стопят машину И спустя 10 минут И сценаривается Китайцы берет их Передо мной Понимаете? Берет их Но в вашу сторону Да, да, да И я бы не мешали И они едут Да И я думаю Почему взял их, а не меня Они едут в мою сторону Я их троможу То есть в машине сидит китаец И два парня Американцы Я думаю, что они американцы Так Я говорю им Это я понял Оказалось, что он подобрал не двух американцев А двух русских Да Из Красноярска А водитель был китаец А не из Красноярска Да Окей И мы втроём стали говорить по-русски С двумя с собой Были очень довольны Рады друг друга видеть В этом Китае Ну и потом Они закрепали Друзья Чтобы обрадоваться соотечественнику Встретьте его за границей Да, кстати Ну вы, наверное, сами по себе знаете Знаю Знаю Это да Как ко мне бросались американцы в Париже, друзья Узнав, что мы из Кремниевой долины Несмотря на акцент Вот И семитическую внешность Просто Как лучшие друзья Да В очереди в Мулен Руш, как сейчас помню Ну так давайте дальше Классная история Обычно, на самом деле Русские-то Бросаются к русским Но потом понимают, что русский русского может обмануть за границей Вот на Гуанской практикуют очень, знаете Да и вообще на курортах Ну думаю Не мне опять Снова вам рассказывать Не знаю, мы, например, хорошие Да У вас здесь По первому впечатлению хорошо Так Ну встретился со своей девушкой в Париже Мы так договорились Встретиться в центре города На центральной площади В Париже О, вы уже что-то заговорили В Пекине Эх, было бы немного в Париже встретиться В Пекине В Пекине встретился Так Ну и чё В Пекине тоже там провели времечко немного Вот Там у нас русскоговорящие ребята вписывали к себе Степан И другие ребята Степану привет Так Вот И Угощали Там тоже показывали Пекин На Пекине мне очень понравилось всё Там Нам вообще повезло с погодой А смога нет А так там дышать вообще нечем Там все в масках ходят Таких Вот Потом мы поехали на поездах В Китае плохой автостоп Мне показалось Я не знаю, как там Все говорят, что классный автостоп Мне не получалось практически Мы Они вообще ничего не понимают же Ну вы знаете Они не понимают ровным счетом ничего Эти китайцы И У них У них даже стекуляция другая И говоришь How much does it cost? Или типа money Деньги Сколько Показываешь им их юань Они не понимают, что они Хочешь Типа Оказывается, их очень хоть Знать, сколько стоит Но они этого не понимают И у них все по-другому У них там 7 Это что-то там 10 Какие-то другие жесты Вообще не понимаю И я пытался как бы быть На их волне Но не получалось Мы скачали пять бумажек А4 с переводами Типа По-русски И китайские иероглифы И общались только без слов Им говорить ничего нельзя Ты им тыкаешь Тогда они понимают И там Тебе говорят Ооо, стоп Wait, wait, please Берешь бумагу Отлисываешь какую-то Вот здесь, смотри А если не так То прибегает толпа китайцев Все в группе собираются Все, все Дети Мужики Всем интересно И все начинают давать советы Какие-то Но никто не понимает Чего-то от них Это методические рекомендации Практически У нас не неписанные А такие В вербальном формате Но это методические рекомендации По общению с китайцами Вы мне напомнили Как Когда русские пенсионеры Там попадали В американский госпиталь То вот там Работники госпиталя Значит брали родственников И составляли там Список У них уже был набор слов И они говорят Как по-русски Вот напиши по-русски Напиши вот эти слова И дальше Они подходили Говорят бабушка А вот это С русскими Примерно так же и общаются Я так понимаю Но не у вас здесь А вообще Так Пошли дальше Ну чё там Китайцы Ну мне непонятно их Вообще я был в Азии Еще несколько раз И был в том числе и в Индии Вот в Индии Мне понравились И Индия тоже А в Китае как-то Я ожидал другого Говорят грязненько там В Индии это погрязнее Чего в Китае Антисанитарненько Да-да А в Китае там все Там много царят Они вы знаете там Какают везде там Писывают В Китае Да-да-да Ну и в Индии тоже Да вообще везде в Азии В Китае убирают хорошо То есть мы что-то Вот что-то мы не то делаем Как-то мы ушли от естества Да уж нет Возможно это Как бы такой прогресс Скорее Прогресс естества Понял Значит подождите Все-таки вы каким-то образом Из Китая попали в Америку Да Ну вы не через Аляску там Я так думал Знаете кстати говоря что С чукотской пропиской Теперь с 28 июля Можно в Аляску Без визы Поехать На 30 дней Я извиняюсь По льду что ли переходить Там у них эти летают кукурузники Ну или там типа таких И нет Только авиасообщением А вообще А зачем Зачем чукча в Аляску? Не знаю зачем чукча Но как бы Стало в Чукотке жить больше людей Чем раньше Незапно Был такой знаете Анекдот Как чукча Вот сидит на берегу И ловит рыбу Слыхали Да И вот говорит Что русский царь плохой был Аляска Америки продал Почему чукотку не продал? Такой Значит А теперь все-таки Безвизовый въезд Хорошо Приглашение на 30 дней Только в Аляску У вас была Была виза американская Да Я заранее сделал Скажу честно Все визы То есть вы мужикам В этом Где это было В Челябинске что ли Нет В каком-то там городе Вы им показывали паспорт А в нем американская виза стояла Да Оооо Это еще хуже чем украинец Так Это точно кстати Ну хорошо Попали в Пекин Девушка вернулась домой успешно Не-не Мы только встретились с ней Встретились Мы там Проехали до Гонконга короче Мы на поездах ездили в Китай С девушкой? Да-да-да Аааа То есть вы не встретились А вы с ней еще путешествовали там Дааа конечно Мы проехали весь Китай Ну как весь от Пекина Ну как бы я в внутренней Монголии До Гонконга До Гонконга Китай, Чиндао, Шельжени, Гуарижо Короче В сторону бережки туда Ну да по югу По Востоку вернее Хорошо Так подождите А из Гонконга это вы куда? Аааа Вот сюда Вот здесь А на чем же вы? На самолете Сейчас расскажу Короче по Китаю мы бегали в поезда Делали вид что у нас Есть билет Там контролер потом стоит Которолер в jet Это Metro Нужно показать Потом planned Потом К самому поезду В общем три раза проходишь Иusters Соединяешься на любое место И едешь сколько хочешь Ну примерно так Ну один раз нас прогнали Ну хорошо У девушки тоже денег не было У нее были Но мы как бы с критерием Это же одного соответствовали больше так. Да, вы держали формат. Хорошо. Девушку... Ну, приехали в Гонконг. Я просто хочу понять, откуда у вас были деньги на билет из Гонконга? Сейчас расскажу. Я тут решил читануть. И... ну как? Нет, вообще-то в границах разумного, в пределах. Мы намутили такую фишку. Я печатал фоток много. Ну, я фотографирую вообще. У меня даже свой сайт здесь фотографический. Фотоблог, там фотографий много. И... делал фотографии с путешествия, распечатывал их, как открытки. Прямо там дизайн сделал, задняя сторона, передняя, все, положили, лицевая. И написал у себя... ну, у меня не блог, у меня там просто группка ВКонтакте, Инстаграмчик. Ну, и сайт есть, но он особо пока что не раскручен. Написал, что? А деньги где? Сейчас расскажу. Мне просто многие люди спрашивали, давайте мы у тебя отправим денег, где твоя карта с Бирбанкой? А я говорил всем, мне нужно, попозже, давайте не сейчас. Ну, и, в общем, решил сделать, довольно популярно, но у путешественников, отправляешь им открытки людям, они теперь считают любую сумму, которую хотят. Типа, там, 100 рублей, 200, 500, 3000. Это своя этика такая. 10 тысяч. Ну, а Сибирь Союз была 90 рублей. На самом деле, даже больше, а вот здесь вообще в США очень дорого давать открытки мне будет. Здесь, по-моему, 2 доллара стоит открытка-то. Ой, нет, это штамп. Да, 2 доллара нынче. Штампики по 130 рублей. Куда это? В Российскую Федерацию? Да, да. Ну, да ладно. Короче, сказал, что написал в интернете, отправляя вам открытки, а вы за них перечисляете любую сумму денег, но больше, чем 90 рублей, или даже 90 рублей можно, непринципиально. Ну, сначала это дело не пошло, а потом, как пошло, так там больше 100 человек откликнулось. По 90 рублей. Не-не-не, ну себе стоимость 90 рублей, понимаете? Как бы эти деньги всё равно, ну, я их... Ну, да, да, хорошо. То есть, печать, отправка, там чуть больше. Ну, откликнулось много людей, довольно-таки. И накликнулось на билет. Да, я сам не ожидал. По чём билет, вообще? Расскажу сейчас. 33 тысячи рублей стоит билет. Обычно. Да. Из Гонконга. Ну, как бы, самый дешёвый с тремя... нет, с двумя пересадками. Через Филиппины, через Токио, чё-то такое. Вот. Ну, 33 тысячи рублей у меня не было. А у меня они были, но я должен был потратить тысяч 4 на пересылку открыток. И я всё время ждал, я даже купил билет за 33 тысячи рублей, а потом компания отменила его. Токийские авиалинии или Япон... да, Japan Airlines. Отменили. Я такой, блин, типа, сижу в Гонконге по каучсерфингу, и так необычно, знаете, денег нет, ну, как бы, деньги есть, но не знаешь, сколько ещё тебе сидите там в Гонконге. А там, по-моему, 10... нет, 2 недели там только без виза. Гонконг классный город, вообще мне нравилось. Если каждый день кайфовал, ездал, когда же купить билет? То есть так необычно, как бы, сидишь в Гонконге и даже не знаешь, когда дальше погибешь. Гонконгский обалденный, девчонки. Вообще как. Мы добились от него. Да. А то он там в Монголии не разглядел. Езжайте в Гонконг, там вообще. Хорошо, так. Ну и, в общем, как-то раз появился билетик за 28 300. Из Гонконга в США с пересадочкой через Пекин. Четыре места всего было. Так, через Пекин, ладно. И я такой, опа... И я что-то нашёл там по приложению Скайскандр или что-то такое. Такой, блин, надо быстрее брать, побежал, забронил. И всё, и... И даже немного ещё осталось открыток. И до США до куда? До Сан-Хосе. Прямо аэропорт Сан-Хосе. Да, я прилетел 10 дней... 2 ноября прилетел. Да. И по каутсюрфингу тоже здесь списался у мужика. Я так обалдел в США. Вообще, мне никогда не нравилось то, что Америка всем нравится. И мне было неприятно, что все говорят, что она классная. Типа надо туда мигрировать. Там всё, как бы этот шарм потребительской культуры везде. Ну, в общем, я не... Ну, а тут же какой оборот? У нас окажется шарм этот, excuse my French. Но это не у вас здесь, а в России так думать. Я говорю про отношения. Понял, понял. Ну вот. Шарм потребительской культуры. Хорошо. Так, ничего. И я никогда не хотел поехать в Америку прям так сильно. То есть, мне было интересно, что есть за сознание у людей. Обалденно. Я в восторге в полном, серьёзно. Я пока не был нигде, кроме Калифорнии. Да и толком-то здесь стопил. Но тут вам удаётся на этом автостопе-то? А я ещё не стопил нигде. Здесь всё под боком, что здесь близко, в поезд сел, поехал. Ну вот. И настолько крутое сознание. Знаете, здесь люди живут, а не выживают, как в России. Вот прям реально. У людей есть всё. То есть, по сравнению с Россией, Монголией и Китаем, здесь прикольнее. Ну как, знаете, я не оперирую такими понятиями «прикольно». Ну я понимаю, они не выживают. Здесь не выживают. Здесь как бы можно выжить, но у людей всё есть. Здесь зарплаты, вот я просто знакомился с мигрантами с Украины, с Россией, с Казахстана. Они здесь мигрировали полгода назад и получают 3-4 тысячи долларов за какую-то фигню официантами или курьерами работают. Это только старт. Дальше можно ещё больше. Но опять же, не вам рассказывать. Вы знаете, здесь всё. Ну здесь вообще побольше платят, чем во муке. Да-да-да, я уже спрашивал здесь, где как больше. Ну цены повыше на аренду. Самая высокая цена на аренду жилья, по-моему, здесь по Сан-Франциско. Достаточно. Сан-Франциско сравним на одном уровне с Манхэттеном в Нью-Йорке. То есть это такое. Ну они, конечно, бедствуют, что приходится давать много денег за аренду. Но пацаны вообще айфон 6 себе покупают за 3 дня. За машину можно на месяц закопить. Просто пацаны мигрировали нелегалами там с НГ. Буквально полгода назад. То есть они нелегитимные. Они ещё спросят себе убежище. Политическое. Политическое, да. Но это не то, что единственный случай. Это многое. Я сразу не знакомился с этим. Много, много, друзья. Много. С Украины очень много мигрировать. Постоянно говорят. С Львова, с Харькова. Бурлы летят. Ну это как бы случай, с кого я видел. Возможно, у вас другой опыт. Но вот у меня то, что я видел на улице в Сан-Франциско, так. Ну классно здесь. У нас нелегалов в школе нету. Но у нас есть много бывших нелегалов, которые таки да, уже получили свою политику. И у нас их много. Там и Белоруссия, Украина, Россия, Киргизия, там откуда хочешь есть. Ну, можно было говорить, но то, что мне нравится, показалось в первый взгляд, да, что люди здесь вольны делать, что они хотят. Если они вольны, там, быть инженером и хотят, они могут это делать. Если хотят быть бомжом, пускай, никто не против. Здесь не гоняют Хомельсов по улицам, здесь немерено. Слушайте, так понимаете, 60 дней, у вас осталось 40. Так, нам надо завязывать, потому что там у меня стоит человек с аппоитментом. Значит, вопрос такой, дальше вы куда? Дальше я планирую... Вообще завтра собираюсь в Yosemite Park. Ну, это понятно. Я имел в виду в Галабанде. А дальше в Лос-Анджелес с автостопом, и потом по южным штатам, прям так, никуда не заезжая, там, 10 дней примерно, думаю, проехать прямо все штаты через юг. На Флориду куда-нибудь стоит? Да, да, да. И вот, может, скажешь мне совет? Я хочу попробовать пересечь Атлантику на корабле. Как-нибудь... Да, нужно там что-то залезть как-то. Да, да, нужно залезть, я не знаю как. То есть, в принципе, могу заработать в США спокойно на авиабилеты в Нью-Йорке. Устроитесь юнгой. Вот я и хочу, да. Я могу заработать в Нью-Йорке, думаю, спокойно на авиабилеты, но это неинтересно. Хочется именно Атлантику на пароходике или в яхте, я не знаю, что там ходят. Я, честно говоря, даже не знаю. Это настолько далекий от меня мир. Вот когда читаешь книжки о путешественниках, там, девятнадцатый век, они юнгой устраивались. Или просто моряком каким-нибудь. Ну, знаете, век девятнадцатый давненько уже было. Здесь все сейчас по документам как-то нужно, по слухам. Вот сложно, вот это сложно. Ну, там и перерезать могли, конечно, если мало выпил там или что там, или не с теми. Сейчас, конечно, мир немножко другой. Там, знаете, как норею на мачту там пять и подвесили, чтобы не хулиганить. Сейчас, конечно. Здесь не грозит такого. Сейчас такого нет. Сейчас на мае что-то, господи, там, канатов не хватит. Значит, ну что же, давайте мы, ребята, давайте мы Дмитрию пожелаем успехов в преодолении расстояния. Он теперь фактически уже на пути к девушке своей, которая там заждалась. Может, прийдеть к вам в Нью-Йорк, если хочет. Может, но визы пока у нее нет. А, ну, что теперь делать? Значит, в Мексику там. Ну, не важно. В общем, у вас есть мексиканская виза? Да там и получить тяжело по интернету. Мне нет. Понял. Короче, значит, пусть уже доберется целый. Я так не знаю, что вы теперь будете делать после этого. Вот вы вроде как физик какой-то, ядерщик, тут насмотритесь на все и не знаю, чем вы закончите. Какой-нибудь политической деятельностью? Какие-нибудь будете стоять с плакатом «Миру и мир» там в одиночном пикете? Именно поэтому есть такая часть политической деятельности в современном мире. Где вы, я не знаю, вынырнете, но, в общем, не пропадайте. Спасибо. У меня цель-то есть у проекта. Не просто так все делается. Это же я не просто так поехал, если бы дурью не мается. А вы за мир, что ли, или за что вы боретесь? Ну, я вообще работал в Москве, и много кем работал, и для меня это все непривычно так путешествовать без денег. То есть я ездил по разным странам, но с деньгами всегда. Это первый раз такой у меня опыт. У меня вообще несколько целей было, когда я выезжал, и одна из целей – написать книгу. Я книгу пишу. Так вы пока пишете блог, а потом сделаете из него книгу. Да, все верно. Наш человек, наш человек, не просто русский человек, даже если фамилия у него Иванов. Или Иванов. Ну, это вопрос уже отношения. Но это-то цель, на самом деле, такая. Показать миру, что как ты относишься к нему, так и он к тебе. И люди думают, что стрёмно путешествовать, что вообще все это опасно, особенно русский человек. У них же нет gap year, там, как в Германии, ни у кого. Чего нет? Ну, gap year – это такое. Gap year, окей. Ну, вы знаете, наверное, когда люди после учебы путешествуют, типа, целый год. У нас gap year – это армия. А в Америке очень принято. Да-да-да. А у нас это gap year – это армия. В Юго-Восточную Азию куда-нибудь. Во-во-во. Ну, сейчас становится. Ну, в общем, показать, что как ты относишься к миру, так и он к тебе. В наше время говорили. Вот, скорее бы, тебя уже в армию забрали, чтоб там из тебя человека сделать. Мне так же говорят. То же самое всё. Ничего не поменялось. Знаете, что? Вот вы... Такая... Мне напоминаете частушку такую была. У тебя кукол образцов, знаете, да? Да. Вот он сейчас есть. И вот там, значит, я такую частушечку, значит, слушал. Там поезджайка на восток, говорит мне папа, не хочу я на восток, а я хочу на запад. Вот. А вы так через восток, вот так это и... У меня везде. Да. Ну, что же. Хорошо. Ладно. Дмитрий, значит, осуществляйте ваш проект. Вы только знаете, что? Вы мне напишите, что ли? Может, у вас будет сайт какой-то или канал? Всё есть. Вы мне напишите на бумажке, вот прямо тут. Сейчас напишем. Вот. А я тогда ссылочку дам, чтобы не пропало. И вы тогда ещё знаете, что? Вы тогда уже не сочтите за труд. Когда ребята будут комментарии писать, вы почитывайте. Если что-то непосредственно к вам относится, вы тогда уже отвечайте. Потому что всё время спрашивают, как найти человека, а как чего. В речку пиши. А я прямо сейчас покажу. Вы, наверное, там потом можете ставить какие-нибудь ссылки, да? Или что-нибудь такое? Я прямо ссылки в описании к видео вставлю. Ну, всё-всё. Я же там всем отвечу, там всё положу. Значит, давайте вот на этой многообещающей ноте давайте мы всем помашем рукой и скажем «Пока!» Спасибо большое, Михаил, за то, что дарил вас здесь побывать. Ребята, дерзайте, раскрывайте свои потенциальные возможности и не стесняйте свою душу внутри. Вот. Спасибо всем большое. До новых встреч. Привет из Америки и Сан-Франциско. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok